Очень хотелось такой образ создать, как город, как огромная радиостанция. То есть переходы с человеком всех с волны на волну. Это прям сценарий уже все было описано. Поэтому, честно говоря, я бы ее уже так не написала. Но тогда, да. Поэтому был замах такой, что образ выстраивать города, как большой радиостанции. Фраза «Все будет хорошо» я узнавала с Лизына от диджея Кати Срывковой. Это диджея Радио Максимум, которая просто очень подробно занималась с Катей Федовой перед эфиром. Показывала ей, на какие кнопки жать. И, соответственно, потом, когда мы сидели, выверяли все эти диджейские какие-то фразочки, словечки, что она должна говорить в эфир, нам Катя помогла по полной. То есть она есть и в титрах, и это ее фразочка, собственно. Приехали в чужой город, казалось бы. Я одна только тот человек, который там какое-то время жил. Вот. И решили снять тротуарь «Питерское кино». Пробы были такие длинные, ну, в смысле, по времени. Четыре месяца мы искали героиню, допустим. Никто не хотел, чтобы мы закрывались. Это уже был июнь месяц, мы март, апрель, май. И уже вот июнь искали эту героиню. У нас и реквизитор, и директор картины. Все бегали по Мосфильмовским коридорам, и помимо кастинг-директора, и ловили просто проходящих девочек, и всех тащили к нам на пробы. То есть это был какой-то максимальный поиск. Все хотели найти эту девушку, чтобы мы все-таки снимать стали в этом году, а не через год. Там Бог знает, что через год будет. Тем более, что мы были абсолютно готовы. У нас все были отобраны объекты. У нас был Женя Цыганов на главную мужскую роль, причем тоже, который не должен был быть. Он должен был вообще-то сниматься в девятой роли, в роте в главной роли. И там просто по какому-то счастливому для нас течению обстоятельств он слетел и попал на Питер. Зато у него питерское лето получилось, а не крымское. И Игорь Александрович приехал с кинотавра, очень уставший, не бритый. И спросил, а кто же вам нравится из этих десяти? Я сказала, девочка с ухом очень неплохая. Он сказал, ну все, будет девочка с ухом. И даже было непонятно, почему мы так 4 месяца так долго и мучительно пытались утверждать актрису. Видимо, это все-таки глобальный вопрос судьбы. У Кати это тоже такая для нее первая, главная и большая роль оказалась. И, видимо, только она и должна была ее играть.